Привет, я Денис, и у меня на столе вот такое огромное количество чайников. Эти все чайники для альтернативных методов заваривания. У меня на столе чайник фирмы Hario, это Япония. Потом Tiama, это Китай. Три чайника Taimo, это тоже Китай. Tiama и Taimo. Вот, практически объем я не буду говорить, мы его померяем попозже, чтобы вы четко понимали, какой объем воды в том или ином чайнике вам будет удобно держать в руке при заваривании. Но у них у всех разные носики. Мы также посмотрим пролив из всех носиков. Вы увидите на крупном плане, как это будет происходить, и уже сможете легко для себя подобрать и для своих нужд тот или иной чайник. И разберем небольшие нюансы, касающиеся каждого из чайников. Ну что, поехали? И начнем мы с крайнего белого чайника фирмы Hario. Это японская фирма, смотрите, он матовый, белый, очень крутой и тактильно. Есть гравировочки, здесь плоское дно, его можно ставить на индукцию, и можно ставить на газ. Силиконовая ручка, ее, кстати, тоже можно снять. Смотрите, она очень легко снимается вот таким движением. Можете также кастомизировать ручку, как вам удобно. Ручка металлическая, не знаю, дерево вам обшить, к примеру. Так, сейчас у меня займет пару секунд одеть силикон заново. Это нужно было сделать, чтобы вам это показать. Так, я его одел. Так вот он выглядит внутри, глянцевый. Посмотрите. Носик у него прямой, то есть срез идет не капелькой, а прямой срез. В ручке есть вот такое отверстие, он закрытый силиконом. Для того, чтобы поставить, можно было туда градусник. Вот, аналоговый, либо цифровой. Я сниму с чайника тяма и просто покажу вам. Вот так это происходит. Чтобы можно было измерять температуру внутри. Ну, термометр можете на свой вкус подбирать любой. Цифровой, аналоговый и по цвету тоже разных есть цветов. Черный, белый, там и так далее. Вот, убираем. Ставим обратно в чайник тяма. Перейдем к следующему чайнику фирмы тяма. Это полностью металлический чайник с пластмассовой ручкой. Носик тоже 90 градусов, но видите, такая гусиная шейка у чайника, она немного под наклоном идет. Немного под наклоном идет носик. Также термометр, видите, он выкручивается. Термометр аналоговый. Вы можете на практике при нагреве видеть, сколько здесь градусов. Его можно ставить на индукцию, на газ. Плоская металлическая поверхность. И вот так вот чайник выглядит внутри. Он уже не глянцевый, а матовый. Хороший чайник. Такая вот рифленая поверхность. Очень эстетически приятный, красивый. Итак, следующий чайник у нас компанией Таймо. Вот такой вот черный чайник. Ручка. Это пластик с имитацией под дерево. Здесь тоже ручка у крышки пластиковая с имитацией под дерево. Внутри чайник выглядит вот так. Здесь есть такой сито у носика, который служит стопером, чтобы большой объем воды через носик одновременно не протекал, чтобы струйка была очень тонкой. Носик называется фиш. Почему он так называется? Здесь достигается очень тоненькая струйка под видом капельки. Видите, как он изогнут. Мы потом на практике все это покажем. Вот чайник покрыт тремя слоями тефлона. Вот что придаст ему еще большую долговечность. Вот он вам будет очень хорошо служить. Можно подогревать на газу. Либо использовать как чайник для кипятка. На индукции он не подойдет, видите, потому что здесь он тоже покрыт тефлоном снизу. Следующий чайник компании Таймо – это белый чайник. У нас их точнее два. Это одна и та же модель в двух расцветках – черный и белый. Вот у этих моделей деревянная ручка. Это уже настоящее дерево, это не имитация. Здесь ручка должна откручиваться. Да, она откручивается. То есть, если что, можно как-то ее модернизировать, поменять. Либо кастомизировать, как вам удобно. В этот чайник и в этот чайник, если вы открутите верхнюю ручку, можно поставить аналоговый термометр, если на нем есть резьба. Мы снимем с чайника Тиамы и поставим на чайник Таймо. Глядите. Вот так вот все просто. Работает. Можно также видеть температуру при нагреве, которая у вас будет. У этого чайника тоже носик фиш, видите. Но здесь, наверное, не получится такая капелька, как на чайнике другой модели, видите, носик. Хотя они очень похожи, но мы это тоже увидим на практике потом. Вот есть дырочки для аппарата вода. Так, ставим обратно пока. Не будем закручивать, потому что нам еще пригодится термометр. Ставим на место. Эти чайники подойдут для нагрева на газу и для кипятка. И на том, на другом чайнике три слоя тефлона. Вот, поэтому они тоже будут вам долго и правдой служить. Хорошие, таксильные, приятные чайники. Они немного шершавые. Итак, следующий чайник у нас фирмы Тиама. Такой полированный металл. Прямо на зеркало похож, я бы сказал бы. Но он очень маркий. Если я оставлю отпечатки пальцев, их будет сразу видно, видите. Но удобная ручка. Вот. И прикольный, интересный, хороший носик. Он изогнут. Такая гусиная шейка. Угол тоже, видите, срез неплохой, интересный. В него помещается тоже градусник, но придется приоткрыть крышку пальцем. Вот так вот. Будьте аккуратны, если будет делаться это на огне, чтобы вам не обжечься парами, которые будут выходить, когда будете приоткрывать крышечку. Вот так это все выглядит аккуратненько. Подойдет для индукции, для газа. Хороший чайник. Последний чайник у нас компании Таймо. Он тоже небольшого объема, видите, как его предшественник. Носик уже чуть-чуть срезан. Видите, он немного другой. И отличается от предыдущих моделей. Ну, прям незначительное. Тоже на практике увидим, как он будет проливать. Тоже изогнутый. Удобная ручка, металлическая. Он подойдет для газа. Для индукции он не подойдет. Вся поверхность покрыта тремя слоями тефлона. Будет тоже вам очень долго служить. Сюда можно поставить градусник. Здесь есть отверстие. Ну, это же параотвод. Но при желании можно вот так дополнить градусником аналоговым, либо цифровым. Поставить его, померить температуру. Вот. Как выглядит внутри. Давайте покажу вам. Вот такая внутренняя поверхность. И видите, тоже есть небольшая заглушка у носика, которая будет не давать большому объему воды протекать одновременно через носик. Итак, я предлагаю перейти к практической части и померить практический объем воды, который помещается в чайнике. Погнали! Давайте замерять практический объем. Первый чайник у нас будет от компании Hario. Затарили весы. И давайте наливать. Так, водичку. Посмотрим. Ну, чайник большой. Я налью литр сюда. Литр. Почти литр. Давайте доливать. Вот литр двадцать. И посмотрим, как он у нас. Да, вы посмотрите. Литр, он у нас где-то вот здесь вот расположен. Это вот будет литр двадцать. Я думаю, что это и будет нашим практическим объемом. Потому что если мы нальем больше, нам уже будет некомфортно его держать в руке. И тем более варить альтернативу. Остановимся на одном литре. Следующий чайник у нас от компании Time More. Так, затариваем. И наливаем. Смотрим, сколько у нас сюда воды поместится. И нам будет комфортно. Так, ну вот смотрите. Я налил сейчас 760 миллилитров воды. Вы видите, да? Не до края, но как бы достаточно. И уже его комфортно держать пока в руке. Если я думаю, что налью больше. Давайте пробовать. Сколько это будет в склянь? В склянь будет 950 миллилитров, я думаю. Ну, конечно же, этот объем уже некомфортно будет. Поэтому практически объем воды мы запишем как 750 миллилитров. И следующий чайник у нас от компании Tiama. Чайник, который идет с термометром. Убираем крышечку. Затариваем. И давайте смотреть практически объем чайника. Так, чайник большой. Я налью сюда. Ну, пускай будет 900. 900 прям уже достаточно. Там на краев немного остается. И вот этого объема для меня комфортно держать. Его комфортно держать. Но максимальный объем давайте посмотрим. Нам же все равно интересно, сколько получится, если нальем в склянь. Склянь будет, смотрите, 1 литр 85 миллилитров. Ну, это уже некомфортно. Так что практически объем запишем 900 миллилитров. Следующий чайник от компании Tiama. Замеряем его практически объем. Чайник сам по себе небольшой. Так, здесь будет где-то миллилитров 500. Смотрите, я наливаю. И такой объем удобно держать в таком чайнике. Более чем. Смотрим, сколько вообще, в общем, помещается. А вообще помещается 600 миллилитров. Вот так вот. Практически объем 500 миллилитров. Убираем. Последний чайник у нас от компании Tiama. Смотрим. Практически объем этого чайника. Наливаем. И остановимся на 500 миллилитрах. Да, в таком чайнике такой объем комфортно держать. И общий объем, который поместится в чайник, у нас будет 650 миллилитров. Итак, мы посмотрели практически объем всех чайников. Давайте перейдем к следующему тесту. Будем смотреть, как проливается водичка из их носиков. Первым возьму я чайник компании Hario, Япония. Наливаю немного воды сюда. Закрываю. У него... Вот так вот крышечка сидит. Обратите внимание на это. Предположим, я хочу заварить в чашке, либо использую его для капинга. Посмотрим, как большой объем воды будет протекать через носик. Отлично. Все отлично идет. Если я завариваю альтернативу, посмотрим тоненькую струйку. Капелькой тоже можно, как вы видели. Отлично. Чайник мне нравится. Перерываю водичку. Она нам еще пригодится. И беру чайник фирмы Tiamo с термометром. Наливаю сюда воды. И, предположим, я хочу заварить из него... Точнее, залить из него на капинг, либо залить водичку в чашку, когда я хочу в чашке кофе заварить. Посмотрим. Так, хорошо проливает большой объем воды. Будем смотреть тоненькую струйку. Так, тоненькая струйка меня более чем устраивает. Все отлично. Я потом вам в конце поделюсь своим мнением. Скажу, какой из чайников больше всего мне понравился. По моим ощущениям. Так, закрываю. Беру чайник фирмы Tiamo. Наливаю сюда водички. И проделываю те же самые движения. Предполагаю, что я хочу заварить кофе в чашке, либо использую этот чайник на капинге. Большой объем воды. Отлично. И теперь тоненькая струйка. Если я завариваю альтернативу. Отлично. Следующий чайник у нас от компании Tiamo. Это одна и та же модель. Вот, я возьму черный. Налью сюда водички. Так, и попробую пролить большой объем воды. Как будто бы я заваривала в чашке кофе, либо на капинге. Вот так он бы наливал. Теперь я предположу, что я наливаю, а, точнее завариваю кофе альтернативным методом. И тоненькая струечка. Вот так вот идет. Отлично. Здорово. Мне очень нравится. Так, переливаю воду. Она нам еще пригодится. И беру следующий чайник от компании Tiamo. Вот этот. Так, наливаю сюда воды. Снова разыгрываю. Так как я бы заваривал кофе на капинге, либо в чашке. Толстая струйка. Все отлично. И если я бы заваривал кофе альтернативным методом. Тоненькая струечка. Вот так вот он капает. Отлично. Все супер. Переливаю воду. Она нам пригодится. И беру последний чайник от компании Tiamo. Вот этот вот. Наливаю сюда воды. И проделываю все то же самое, что я делал с предыдущей моделью. Толстая струйка. Так, закрою лучше. Толстая струйка. Все супер. И теперь тоненькая струйка. Завариваю альтернативу. Вот так вот. Здорово. Все чайники мне очень понравились. Во всех чайниках можно заваривать абсолютно любую альтернативу. Вот. Но больше всех из этих чайников я выделил бы, наверное, три модели. Три модели. Это компания Tiamo. Вот этот чайник. Два вот этих чайника. И последний чайник. У них примерно одинаковый носик. И он мне очень-очень нравится. Это модель линейки Fish. Вот. Видите, здесь носик немного изогнутый. Он не прямой, не 90 градусов. Вот. Но я также отмечу, что и остальные чайники тоже хороши. Не будем списывать их со счетов. Кому-то понравятся и такие носики. Это лично мое мнение. Как мне удобно. Все чайники отлично себя показали на тесте. Общий объем воды мы запомнили. Струйки мы увидели. Это был обзор на чайники. С вами был Денис. Пока.